Приветствую дорогие друзья, приветствую всех любителей атосимуляторов, а конкретно автомобилисты, сегодня у нас фановая гонка, собрались мы тут с ребятами в мультиплеер, значит всего лишь 4 человека пришло, но тем не менее машины очень фановые, хотите узнать какие это машины, сейчас вам расскажу, это машины класса копат трак, то есть вот такие у нас, а у нас нету внешнего вида, ну ладно, вот такие у нас машины, очень такие своеобразные, то есть грузовички, жесть, просто жесть, на трассе интерлагус, я взял фольксваген, на выбор там 4 грузовичка, это мерседес, опа-опа, это фольксваген, и веко, и по-моему еще какой-то, в общем-то трасса интерлагус бразильская, сейчас у нас идет 15 минут квалификации, и потом уже, ну непосредственно гонку, гонка будет 25 минут, 30 минут, вот таким вот, вот, макаром, встретимся уже на старте. Так, ну что, квалификация подошла к концу, и пока что я не могу разобраться с этой машиной, да, она веселая, ей интересно рулить, но она не прощает вообще никаких ошибок, и, как вы видите, по времени еду я 2.08, ну типа 2.05 может быть я поеду, но быстрее, к сожалению, не получается, не знаю, что нужно сделать. Еще большой минус, то, что очень гряются колеса, передние, особенно правые, очень большая на него нагрузка, два круга нормально едешь, на остальные просто уже, там кипяток кипит, закипает. Не знаю, как я буду ехать, полчаса, посмотрим, посмотрим, как это будет. Как обычно, кодек Борис, у нас тут лучшее время показывает, хотя сейчас Дмитрий Беляев перебил немножечко, ну, едут они примерно одинаково. Так, стартуем. Блин. Пошли контакты, блин. Поворачивай! Ё-ма-ю. Дрифт-мобиль просто стопроцентный. Так, попытаюсь держаться за пацанами. Не знаю, сколько долго это у меня получится делать. При нажатии газа такой оверстир появляется, что просто капец. Никакой там Порш и рядом не стоял. Ну, дури у него дохрена просто. Блин, зачем ты вторую включил? Чуть коробку не спалил. Дури у него дохрена, это видно. Это чувствуется. На прямой газу даешь сразу, блин. Максималочка у этого зверя больше 200 км в час что-то меня подразвернуло. Вот такой вот дрифт-мобиль. Типы начинают отъезжать уже. Это, конечно, печаль. Беда. Но может быть у них больше вката просто. Я на самом деле особо... Ох, как она по ребрике отрабатывает. Я на самом деле особо эту машину не прокатывал. Чтоб вы понимали, передние колеса полностью сдутые. Ну, то есть максимально, возможно, сдутые. И все равно уже они начинают перегреваться. 220, 220. Максималочка 230 было. Тут постоянно нагрузка на правое колесо. Из-за этого оно перегревается, блин, частенько. Нужно очень-таки газом играться, чтобы попадать в траекторию. Просто если тупо накрываешь газ в середине поворота, машину просто выносит вот так вот. Она просто начинает боком ехать. Проехал один круг. И уже... Опа, опа. Лови, лови. И уже колесо... Просто ему труба. Я не знаю. Мне кажется, на половину заезда колеса просто в лохмоте превратятся какие-то. Поворачивай. Держись. Опа, боком-боком валим. Понятное дело, что тут никаких помощников нету. Ни АБС, ни трекшена. Потому что мне кажется, тут какой нужен трекшен, чтобы такую машину, блин, сдержать. Ну, а боком едет постоянно. И колеса уже пожелтели. Я не знаю. Может, какая-то кнопка есть, чтобы... Типа, я помню, был симулятор таких вот... Крупногабаритных машин. Ну, вернее, гоночных машин. И там была такая функция охладить тормоза. То есть, там он воду подавал на тормоза. Но тут тормоза не перегреваются. Тут колеса перегреваются. Просто труба скоро будет. О, повалим боком. Жесть. Э, пацаны, отъезжаю. Да. 220. 230, по-моему, максималочка. Да. 231. Жесть. Как она тормозит. Жесть. Ну, машина фановая на самом-то деле. Сейчас вот я еду. Просто балдею. Ну, надо очень играться с газом. Ну, неважно. Так, давайте Алекса попробуем догнать. Если я не буду ошибаться, мы едем, в принципе, плюс-минус одинаковое время. Хотя бы не последним приехать. Уже было бы неплохо. Но это будет сложно сделать. Ё-моё, поворачивай. Хе-хе. Колесо красное уже. Хе-хе. Богом просто завалит. Я не могу. Ну и дури у него дофига. А я... Мне приходится только ждать сейчас ошибку Алекса. Если он где-нибудь ошибется. Только так. Только так я его смогу догнать. Иначе, ну, не получится. Настолько мягко газ, я еще ни на одной машине не нажимал. Валим боком, валим боком. Ну... Чувствую, есть еще шанс побороться с Алексом хотя бы. Ну и те, ребятки, тоже, в принципе, не сильно далеко уехали. Это... То есть... Плюс таких вот режимов. Где не такие большие скорости, но все идет на технику в основном. На технику прохождения поворотов, на технику открывания газа. Опа! Тут там ДРС табличку сбил. Ну, колесо просто раскаленное. Я в шоке. Круговых тут, по-моему, не будет. Мне кажется, оно взорвется. Хотя, знаете, я проверял. Я раскаливал колесо на одной из машин до Красная. И они не лопаются. Я не знаю. По-моему, еще такой фички нету. У автомобилисты 2. Там колесо раскалилось до Красная. И ему пофигу. Оно просто стиралось. Да, базара нет. Но... Когда даже уже ноль протектора... Так, ошибка Алекса вроде бы или нет. Там так заходит поворот. Ля! Просто дрифт какой-то. Это весело. Заваливай, заваливай. Воу. Вот это уже перебор. Просто пацаны выехали на какую-то... На дорогу ярости, блин. На грузовиках. Каким назовем этот ролик? Дорога ярости. Интерлагос. Дорога ярости на грузовиках. Опа. Тут у нас рокировочки пошли. Ну, колеса просто красные. Я не знаю. Это ли... Это у меня только такие? Либо нет. Кто едет со мной? Я знаю, что вы в Дискорде сидите, пацаны. Надо было, конечно, к вам зайти. Но... Это самое. Это только у меня такая тема, что они так... До Красной раскаляются? Или это у всех такие? Проблемы. Потому что сейчас уже колеса раскалены. И она уже все. Просто максимально в каждом пауэроте блоком ставится. Я не знаю, как будем ехать еще 20 минут. Но 10 минут уже, тем не менее, проехали. Там какие-то уже рокировочки. Так. Ну, Кодак Борис вырывается на первое место. Дмитрий Беляев. Ну, он довольно-таки далеко отъезжает уже. От всех. Опа. Разворот. Ошибка. Пилота. Андрей Вильуманис. Непонятно, кто там помешал кому. Но ребятка не разъехались. Валим, валим, валим. Может пораньше надо скорости включать? Гля, боком захожу. Гля, гля, что делает? Да, возможно, нужно было немножко вкатиться пораньше бы. Ох, как меня выкинуло на внешку. Эй, ёпересете, блядь, жора. На этом повороте все-таки развернуло меня. Ну, колеса красные, я не знаю, как тут ехать. По регламенту, по-моему, кто-то говорил, что на таких автомобилях едут 15 минут. Две гонки по 15 минут. Эй, теперь я понимаю, почему, потому что, ну, колеса не выдерживают на самом-то деле. А вот из-за ошибки, мне кажется, догнать теперь уже вообще никого мне не придется. Ну, вообще, все, они не поворачивают, все. Они просто уже лохмотят там. Ну, она прямой, смотри, как она валит. Ну, ничего страшного, они будем терять надежды. Давайте-ка будем пытаться догнать кого-то, хотя уже это будет, по-моему, нереально. Тормозной путь такой, что я офигею, мама не горю, блин. Вот, 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 о чем я говорю, что если газ держишь, просто выносит на внешку и все. Хэзэ, хэзэ, может, какой-то есть тут трюк. Блин, ну, разворот это печально, конечно. Ладно, вынесло бы с трассы, но развернуло это уже... В таком положении, чувствую, я не догоню никого. Ну, не важно. Едем, едем, едем. Будем доезжать до конца. Вот этот поворот. Хотя я не газовал особо, не знаю, что тут развернуло меня. Жесть, шо с колесами, блин. Мне вот очень интересно, как тут сами пилоты в реальной жизни рулем крутят. Я сейчас после этого заезда пойду посмотрю онборд какой-то из заезда Копа Трак. Ну, блин, реально, как они там рулем крутят? На самом деле, опа. Что такое? Бензин закончился? Ха! Что за искры? У Алекса, по-моему, бензин закончился. Но... Это прелесть все автомобилисты. Нужно заранее заливать. Фуллгаз. А что за искры сзади идут? Неужели мостом там челгает? Отлично, отлично. Колеса на самом деле сильно то не надулись, всего лишь 3.40. Но они очень нагреваются. Вроде бы, хотя, схождение вообще там в ноль стоит. Просто ноль. То есть, они прямые. Ладно бы там, если бы дополнительно было бы схождение какое-то, и они бы там дополнительно нагревались. Ну, нет. Нету никакого схождения. На развалы, я думаю, тут ни при чем. Ой, блин, какая шпилька галимая. Вот, если посмотреть, что по центру очень греются колеса. Что заднее, допустим, что переднее. Именно центр колеса греется. Не знаю. Как это фиксить. Ну, возможно, надо как-то водой сбрызывать. Так, тем не менее, половину заезда уже прошло. Аликс заехал в пяты, потому что топливо закончилось, по всей видимости. Но я топливо залил нормально, так, поэтому должно хватить. Шестую включил и поехали. Да, стоит в пидстопах. По всей видимости, доезжать уже не будет. Ну, я бы не знаю. Я бы после такого дизморалича тоже, наверное, бы не доезжал. После такого фейспалма, блин. Опа, 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 опа. Так, до Вильманиса мне... Сколько? 15 секунд. Далековато, далековато. Ну, в принципе, можно проводить уже чемпионат. Машины офигенно юзабельные. То есть, по 25 минут можно проводить чемпионат, заезды. Будет неплохо, на самом-то деле. Или если человек 10 хотя бы соберется, представляете, какой это будет махач. Единственное, что мне кажется, что нужно трассы не такие извилистые, что ли, делать. Хотя, Интерлагус проводится в реальном жизни. То есть, на этой трассе в реальном мире проводятся чемпионаты на таких машинах. Поэтому, не знаю, не знаю. Ну, возможно, после этого я разберусь, как убирать лишний перегрев шины. А, возможно, тут они так и будут. С этим никак не побороться, может быть. Но, в целом, посмотрите, просто ты едешь такой себе... Да, они быстро, в повороте 40-50. Но это весело, блин. Реально весело. На технику. Опа-опа-опа. Дрифтмобиль, блин. Ох, вот этот руль брутанул. Ёкарный бабай. Тут везде, в каждом повороте, просто нагрузка на правое колесо. И оно не успевает охлаждаться. И переходить в норму. Сама трасса, в принципе, довольно-таки прикольная. Тоже, интерлагус. Классическая. Для формул. Вот, мне кажется, для таких машин пойдут такие среднего размера трассы, как только Брэнд Хэйдж, допустим. Либо укороченный, там, интерлагус можно было. Хотя, хрен знает. Но это чисто мое субъективное мнение. Хотя, он по прямой, он 220 тулит. Может, камеру другую сделал. Типа, с этого. Со шлема. Чтоб пошире немножко было видно, куда поворачивать. А то уж уж... Больно узкий взгляд получается. И я не вижу, где там поворот, апексы и тому подобное. Поворачивай. Ну, получилось так, что, как и планировалось, приеду не последним. Ну, не благодаря скилу, но благодаря удаче. То, что Алекс забыл залить топливо. Тут просто такая система, что на квалификации нужно заливать топливо. Иначе... Будет беда. Опа, дрифт. Не вписывается. Это... Это роль... Это роль... Блин, ну шо такое? Ну шо такое? Просто газу надал, и она, блин, разворачивается на месте. Ну, поребрики поскользнулся, блин. Седьмую хочу включить, ее тут нету. Реально, можно чемпионат уже делать. Немножко поагрессивнейшал, вот уже 0,5 секунды выиграл сходу. Тут надо держаться как можно ближе до... Внутреннего поребрика на поворотах. Иначе слишком сильно выносит. А и когда держишься, нормально вроде бы проходит. Ну, постоянное подруливание, это просто жесть. И не покидает. У меня постоянная улыбка, потому что я понимаю, что еду на такой здоровой фуре, блин. Сижу, как будто на втором этаже. И колеса огромные. Евротрак-стимулятор, блин. Гонки. Гонки на фурах, блин. Так, 8 минут осталось. Это еще где-то 3 круга. Наверное, вырежу это последние 3 круга, потому что я не думаю, что вам будет приятно видеть, наблюдать то, что я тут еду, надо чуть сократить. Увидимся на финишной прямой, что могу сказать. Не понял. Кодаку Борису, походу, ребятки, тоже не хватило топлива. Чуть-чуть не долил. Первый ехал. И вообще, на последнем повороте, смотрите, сколько бы мне досталось. И таким вот образом занимаю я 3 место, благодаря тому, что залил необходимое количество топлива. Что ж, рейс комплит. Я считаю, все удачно произошло. Вот таким вот интересным образом заканчивается эта гонка. Как вам данный формат? Если вы хотите поучаствовать в чемпионате, пишите плюс в комментариях. Будем приглашать вас в Дискорд. У кого есть автомобилиста 2, в принципе, довольно интересно будет, если будет человек 10. А на этом видеоролик заканчивается. Спасибо большое, что посмотрели этот ролик непосредственно. Всем до скорой встречи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok